Приветствую вас, дамы и господа. Сегодня я вам расскажу, почему работа в Appliance Repair намного лучше работы в Газпроме. Поехали! Итак, много лет назад, когда я только закончил институт, я грезил работать в Газпроме. Я поехал в Москву на денежные хлеба и работал на различные компании, немного поднимал себя в карьерные, так скажем, лестницы в области системного администрирования. И, наконец-то, так скажем, моя заветная мечта сбылась. Я устроился в дочку Газпрома. Но сейчас я в Калифорнии, работаю в сфере Appliance Repair, в сфере ремонта бытовых машин и приборов. И, соответственно, хочу поделиться, чем же работа в Appliance Repair, именно во Fuse Appliance Repair в моей компании, лучше, чем работа в Газпроме. Итак, первый плюс работы в Газпроме – это зарплаты. Зарплаты там нормальные, качественные, хорошие, вовремя выплачиваются. И самый большой плюс – это, конечно же, премии. Давали в год до трех премий, иногда даже до четырех, если там особо отличился, либо тебя там особо выделили. В общем, 3-4 премии в работе в Газпроме в год – вообще не проблема, а одна премия равнялась одному месячному окладу. Следующий плюс в Газпроме – это то, что там реально работают умные люди. Я встречал очень много умных людей, с которыми было просто приятно общаться, с которыми просто приятно вести беседу. Было невероятно удивительно, что так много умных реально там работают. Плюс следующий – это всякие социальные штуки. Это страхование, социальная жизнь, соревнования, прочие такие вещи. Это все очень круто. Вообще, все там происходит очень активно. Футбол, волейбол, баскетбол. Сотрудники взаимодействуют. Все очень здорово. Следующий плюс – это то, что при работе в Газпроме бывают большие, огромные интересные проекты, которые интересно выполнять. Соответственно, интересно за них браться, что-то делать, что-то щупать руками. И такие вещи меня вдохновляли в работе. И я с удовольствием за них брался. Следующий плюс в работе – это то, что в компании периодически внедрялись новые системы, которые улучшали жизнь компании, ее работоспособность, ее производительность. И, так скажем, мотивировали людей, работников, работать еще лучше. Следующий плюс – это то, что в Газпроме можно было купить какое-то новое оборудование, новое железо. Это было, конечно, сделать иногда сложно, ввиду минусов, которые я сейчас вам расскажу. Но это было возможно. Следующий плюс, последний, который я у себя отметил – это долгосрочные проекты, когда ты делаешь какой-то большой проект, который длится там полгода, год, полтора, два. Соответственно, ты постоянно за ним следишь, ты его курируешь. Это, соответственно, большой такой корабль строится. Это было делать интересно. Перейду к плюсам работы в Fuse Appliance Repair. Плюс первый – это то, что я постоянно ковыряюсь в железках, я постоянно что-то кручу, болты. Я люблю работать руками, люблю работать головой. Если, соответственно, это все вместе скомпоновать, просто я всем этим лежу душой. Это самый основной большой плюс – ковыряться в железках. Следующий большой плюс работы во Fuse Appliance Repair – это самому разбираться в проблеме. От и до ты пришел к клиенту, начал разбираться, нашел проблему и решил. И все, соответственно, ты рад, это твоя маленькая победа, ты за это в ответе. Следующий плюс – это то, что ты сам планируешь свое время. Тебе не нужно, соответственно, отчитываться перед начальством, тебе не нужно куда-то там кому-то кланяться, у кого-то отпрашиваться. Даже если ты работаешь в Appliance Repair на дядю, ты, соответственно, можешь просто говорить то, что вот у меня вот такое-то время, я хочу работать в это время, и, соответственно, у тебя есть тайм-слоты, которые открыты и которые могут быть заполнены заданиями. Следующий плюс – это то, что ездишь по клиентам, по их домам, видишь их образ жизни, общаешься с ними. Здесь тоже очень много интересных людей, особенно здесь, в Кремниевой долине. Здесь каждый второй тут инженер, программное обеспечение. Все умные, толковые, кто-то бизнесмены, у кого-то свои большие бизнесы, кому-то подъезжаешь домой, у кого-то стоит Lamborghini, у другого стоит Maserati, у другого третья, десятая. В общем, круто. Следующий плюс, несомненный, это то, что здесь я зарабатываю больше, чем я зарабатывал в Газпроме. Даже со всеми премиями, бонусами, со всеми пирогами здесь получается намного больше. Я могу себе здесь позволить намного больше, соответственно, тратить, покупать, снимать больше жилье, покупать жилье больше. В общем, большой-большой плюс. Следующий, несомненный, большой плюс, то, что я уже упоминал, то, что я здесь живу, в Калифорнии, я не живу в Москве, в Санкт-Петербурге, где погода зимой, это снег, слякоть, всякое дерьмо, на лужах потом посыпают асфальт. Здесь, в Калифорнии, здесь такого нету, здесь максимум сейчас вот сезон дождей, температура может опускаться ночью до минимум 5 градусов Цельсия. В общем, погода, это большой плюс. Соответственно, океан рядом, это очень круто. Следующий плюс работы в Appliance Repair, это то, что ты работаешь столько, сколько тебе конкретно нужно. Я хочу заработать больше, я работаю больше. Я хочу зарабатывать меньше или зарабатывать столько, сколько мне надо, я, соответственно, буду работать столько, сколько мне надо. Мне, к примеру, нужно сегодня заработать 300 долларов, я поеду на 1-2 заказа, мне этого будет достаточно, зачем мне ломать спину. Мне нужно заработать 1000 долларов, я, соответственно, буду пахать как конь. Все зависит от меня, от моих желаний. Следующий плюс работы в Appliance Repair, это то, что, когда ты работаешь на себя, либо даже когда ты работаешь на дядю, ты можешь подключать своих помощников, ты можешь нанимать людей, соответственно, делать какие-то большие проектики и, соответственно, делать счастье людям. Следующий большой плюс, это, конечно же, когда ты сам все организовываешь. Тебе нравится так, тебе нравится, чтобы у тебя здесь стоял стол, чтобы у тебя здесь стояли инструменты, ты сделаешь это сам, как тебе хочется, как тебе самому захочется. Когда ты работаешь в Appliance Repair, да еще и в Кремниевой долине, да еще здесь в США, да еще можешь рассказывать всякую фигню в Ютубе. В общем, этот плюс, то, что нет цензуры абсолютно никакой, ты сам себе хозяин, ты можешь послать всех к черту на рога, и ты будешь прав, и тебе абсолютно, абсолютно, абсолютно плевать на мнение чужих. Вот такой огромный плюс, по крайней мере для меня. Следующий плюс, это то, что ты можешь рассказывать о своих успехах, о своих неудачах, мотивировать людей, показывать, как ты работаешь, как ты можешь зарабатывать, как ты можешь зарабатывать. Это огромный плюс. Следующий огромный плюс, это то, что в этой работе в Appliance Repair ты постоянно или периодически выходишь из зоны комфорта. Ты приехал к клиенту, ты видишь, что какая-то задница, и ты с тебя ставишь цель эту задницу сделать, эту задницу исправить, либо тебе нужно решить сложную задачу, к примеру, когда до тебя приезжало 3-4 технишена, и не смогли справиться с этой задачей. А ты потратил время, решил ребус, и, соответственно, остался победителем. Ну и, соответственно, только что я рассказывал о чувстве победителя. Соответственно, если ты решаешь какие-то сложные задачи, какие-то серьезные вещи делаешь своими руками, своей головой, ты чувствуешь реально себя мужиком, победителем на коне. Итак, погнали к минусам работы в Газпроме. В Газпроме. Итак, первый минус. Газпром. Там работают старые люди. Ну, кто-то, может, не старые, кто-то новый, кто-то молодой. Но, в общем, стилистика работы Газпрома, газпромовских организаций, это совковая система организации работы. Это реально совок. Совок, или советская организация работы, заключается в том, что постоянно необходимо писать какие-то бумажки, чтобы тебе принесли бумажку, тебе нужно написать бумажку. Тебе нужно пукнуть, тебе нужно написать бумажку. Тебе необходимо поменять скриншоты, вернее, воллпеперы на рабочих столах у всех пользователей. Тебе необходимо написать бумажку. Совок. Следующий косяк в работе в Газпроме, это то, что там реально работают, ну, небольшое количество, но, тем не менее, есть такие люди, то, что реально работают там свои люди, свои люди. Это сват, брат, друг и тому подобное. Это, конечно, с одной стороны, может и плюс, но когда ты видишь реально, что человек ни хера не делает, но при этом ты его, как бы, никак не можешь пнуть, это реально косяк. Следующий минус в работе в Газпроме, это то, что люди копают друг под друга. К примеру, там, подсиживают, еще тому подобное, кто-то там на кого-то косо посмотрел, либо что-то там. В общем, надо постоянно быть мягким, в общении с коллегами, постоянно необходимо, как бы, срезать углы острые. В общем, это реальный косяк. Следующий минус, это то, что надо работать пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, а в пятницу каждую я в говно. В общем, это реальный косяк, когда ты работаешь сам на себя, или когда ты работаешь в Аплайнс РПР, ты можешь работать, когда тебе заблагорассудится. Следующий косяк, то, что в Газпроме у тебя есть босс, а когда ты еще работаешь в IT, в Газпроме, либо там, в дочках, у тебя несколько боссов. Соответственно, начальник этого отдела, начальник этого отдела, начальник этого отдела, у этого есть твой отдел, сотрудник, у того есть сотрудник, он тому жалуется, туда-сюда. В общем, постоянно у тебя есть миллион боссов, и ты должен распределять и делать приоритизацию по заявкам. Косяк. Следующий косяк, следующий минус работы в Газпроме, это когда тебе платят премию, непонятно за что, когда тебе платят, я не знаю, там, бонусы какие-то, непонятно за что, это реально отсутствует мотивация, чтобы что-то быстрее сделать, чтобы кого-то пнуть сильнее, чтобы разогнался ежик, чтобы, в общем, все поперло, чтобы колесо развертелось и как бы все пошло быстрее. Но нет мотивации. Нет мотивации, ты сидишь на зарплате, делаешь какую-то свою рутинную работу, думаешь, блин, я же работаю, как бы, мне зарплату платят, это реально косяк. Когда я работал в топливной процессинговой компании, там было все прекрасно, я работал именно за идею, ты пахал, и если ты что-то там совершил, что-то, нечто невероятное, тебе платят там, я не знаю, может 20% от оклада может и заплатят. Вот такой косяк в Газпроме, нет мотивации. Следующий косяк, это называется не спеши, а то успеешь. Бывало много случаев, когда что-то, кто-то говорил, давай быстрее, быстрее делай, давай быстрее, делай, делай, но опытные коллеги говорили, Руслан, сядь, успокойся, никуда не беги, сейчас само-само все исправится. Либо там все еще поменяется 10 раз. В общем, реально, это реально было, это реально косяк, то, что ты что-то уже рвешь когти, что-то делаешь, тебе говорят, все окей, все нормально, и там реально через полчаса, через час, через полтора, через два-три дня пролетает, что этого не надо было вообще делать. Косяк. Следующий косяк, это цензура. Нельзя было там что-то сказать лишнее, что-то там такое сказать, в общем, тебя просто зажимали. Я даже когда-то что-то сфотографировал, как-то выложил на сервер, и меня чуть за это не уволили, просто за какие-то фотографии в неправильном месте, в неправильное время. Косяк. Я здесь фотографирую, когда мне хочется и как хочется. Следующий, последний косяк в Газпроме, ввиду того, что это постоянная рутинная работа, вот эти вот документооборотные процессы, постоянно пишешь бумажки, вместо того, чтобы развиваться именно в технологиях, развиваться там, всякие, изучать новые вещи, а ты пишешь бумажки, всякую херню. Конечно же, плюс того, то, что я научился писать какие-то бумажки за 4 года работы в Газпроме, это, возможно, несомненный, малюсенький плюсик, но в Газпроме ты реально деградируешь. Пишешь, пишешь всякую херню, ненужную вату, это реально, такой косяк, это вообще про вас, безполезная работа и сотрясание воздуха. Это огромнейший косяк работы в Газпроме. Итак, это были минусы работы в Газпроме, сейчас же будут минусы работы в Аплайнс Репеях или минусы работы в Афьюз Аплайнс Репеях. Погнали! Итак, первый большой, огромный минус это то, что ты сам за все платишь. Ты платишь за страховки, ты платишь за бензин, за машины, за оборудование, за всю херню, за все, за все, за все ты плачешь. Но это и есть и мотивация, в принципе. Ты сам себе хозяин, сам себя обеспечиваешь, у тебя есть мотив быть сильнее, богаче, красивее. Следующий как бы минус, косяк это то, что необходимо работать не только с руками, с железками, необходимо решать проблемы, а также необходимо решать проблемы с людьми. Необходимо их уговаривать, с ними договариваться и продавать, подавать и продавать. Следующий косяк это то, что эта техника, она бывает то, что разваливается, ты починил одно, либо починил плохо, либо починил что-то там не так, либо починил и что-то другое отвалилось, либо починил, а проблема была оказывается вот эта, и поэтому она потащила за собой эту проблему. В общем, это реколы. Реколы это реальный косяк, но реколы с опытом уменьшаются. Следующий косяк, следующий минус работы в Appliance Repair это говно, грязь, крысы, пыль. Вот такой косяк. Следующий косяк это то, что ты когда приезжаешь к клиенту, ты как сервисмен, ты вроде как человек такой, которого не должно быть видно. Ты как человек такой как фон, просто как фон, как человек второго сорта. Наверное, сложно сказать человек второго сорта, но тем не менее, тот человек, который как бы не участвует ни в каких процессах, а просто занимается сервисом. Как какое-то приложение в сервере делает какой-то сервис, оно делает его нормально, правильно, качественно, и всем на тебя похер. Но всем на тебя не похер, только до тех пор, пока у тебя клиент может платить, или когда, к примеру, клиент начинает выбивать скидки, начинает заниматься всяким таким, я не знаю, включает нищеброда, и тогда этот клиент становится уже сам человеком второго сорта. Это реально косяк. Ну и самый последний косяк, конечно, в Appliance Repair, это то, что все вот эти вот ремонты, они краткосрочные, они краткосрочные, есть одно оборудование, единица оборудования, она не работает, ты ее чинишь, есть вторая единица оборудования, ты ее починил, есть, конечно, большие клиенты, рестораны, большие там заведения, соответственно, ты когда там постоянно-постоянно что-то чинишь, 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 но, опять-таки, ты работаешь с единицей, ты, соответственно, можешь работать там два-три человека над какой-то единицей оборудования, но, тем не менее, Это все равно, что краткосрочный проект Вот такие вот косяки Итак, это было видео Чем работа в Appliance Repair лучше, чем работа в Газпроме Я надеюсь, что это видео никто серьезно не воспринял Хотя доля правды, конечно же, большой правды в этом видео есть Если вам понравилось это видео, ставим лайк Подписываемся на канал Всех целую Пока